дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума в это интереснейшее время мы с вами живем в бытие случается жизнь и конкретная вот эта жизнь случилась в очень интересное время вот написал семьсот семьдесят седьмая света неужели кто-то еще цепляется чтобы остаться в этом безумном мире а вы зачем сюда приходили для того чтобы сидеть на жопе и жевать калачи ровно мы сюда приходим получить опыт а опыта он не скалачами в зубах и сидя на печи никак не случается опыт случается в очень жестких катастрофически скверных условиях настоящий опыт случается именно так поэтому в основном наша жизнь которую мы провели в относительно спокойном состоянии и приобрели определенный багаж навыков и знаний и умений он предназначен как раз для того чтобы сейчас вот в это время мы сыграли свою основную игру и основная игра играется внутри нашего сознания это наше отношение изменение мировоззрение к себе изменение мировоззрения по отношению к другим это очень радикальный и жесткий способ побудительных мотивации через все происходящее для того чтобы каждый индивидуум нашел или во всяком случае приблизился к окончательному пониманию того кто мы где мы и зачем мы здесь находимся когда вы играете в компьютерную игру вы посылаете своего персонажа сражаться с различными монстрами вас не беспокоит то что вашему персонажу может откусить монстр пол жопы и он там бедный будет корчиться в муках и истекать кровью так вот наша индивидуальность управляя вот этим телесно-умственным аппаратом как мы управляем аватаром только мы-то сидим перед компьютером нажимаем себе на кнопочки там и весело радуемся когда мы побеждаем и ну иногда чуть-чуть совсем расстраиваемся но не кричим от боли и не мучаемся в корчах когда монстр нас побеждает сейчас время сражаться с монстром и главный монстр находится внутри каждого человека внутри каждого людина скажем так и человека тоже просто людин это тот кто не понимает от своей божественной природы а человек это людин который очнулся от своего социального морока и начинает понимать собственную природу так вот дорогие друзья когда мы отправляем в бой с жутким монстром в какой-нибудь компьютерной игре нашего прокачанного или не очень прокачанного аватара если он погибает то мы нажимаем кнопочку и начинаем уровень игры снова понимаете поэтому уныние которые многие сейчас могут испытывать связано вот с чем да вы можете в уныние покинуть этот мир вы тут же начнете этот уровень игры снова и будете в этом цикле проходить до бесконечности вашу костлявую или толстую или обычную задницу будут таскать по этим булыжникам и по каменистой дороге ровно столько раз насколько понадобится у вселенной есть для этого бесконечность хотите проживать такие жизни ну тогда впадайте в уныние опускайте руки и монстр вас поимеет во все дыхательные дыхательные безо всякого сопротивления и это будет продолжаться многократно друзья и что необходимо иметь что можно скажем так иметь из необходимых вещей и начну я с одной из самых полезных вещей это очень интересная вещица называется она вот так вот выглядит она точнее вот так и называется она джиниус паудр внутри этой коробочки есть очень простенький пузырёчек внутри пузырёчка есть порошочек чем эта штука полезна это можно брать с собой тем кого занесло на утилизацию при пулевых ранениях ножевых ранениях при повреждениях кожных покровов самыми разнообразными способами в том числе при ранениях безо всякого йода безо всего это можно этим обрабатывают открытые раны ссадины порезы царапины а также используется для заживления трофических язв возникших в том числе в случае применения химических агентов при помощи этого порошка на теле заживает все со скоростью как на собаке это проверено уже очень многими также применяется при для заживления диабетических язв штука очень простая но исключительно экстра эффективная вот такой простой пузырёчек у юляши такой флакончики такие есть срок хранения у него очень длинные тут и состав все написано что есть внутри подробно на составе останавливаться я не буду но каждый может взять и попробовать хотите удостовериться порежьте себя ножиком посыпьте и посмотреть что будет через три дня ну вряд ли кто-то захочет конечно так экспериментировать следующий препарат выпускает та же самая компания только если первая предназначена для кожных покровов то вот этот предназначен для полости рта тоже флакончик такой очень простенький коробочка рельеф молф анклер тфд компания выпускает для чего это нужно это нужно для того чтобы использовать при заболеваниях полости рта в том числе даже при зубной боли стоматит парадонтоз парадонтит язвы которые возникли на слизистых и кстати не только во рту но об этом мы еще поговорим отдельно даже можно обрабатывать если есть проблемы с гландами хотя для этого и танзелит и собственно ангина но для этого есть другие препараты это можно засыпать в десенные карманы очень быстро и эффективно снимает и кровоточивость десен и воспалительные заболевания и стоматит и гингивит и парадонтит ну с парадонтозом там история подлиннее да тем не менее имейте в виду очень простая вещь одна компания выпускает вот эти оба порошка у юли есть и то и другое на сайте азиабиофарм телефон юли точнее надо мной они правда еще один порошок выпускает для жопы у кого у кого геморрой для кожи для рта и для жопы для жопы в аптечку не самое полезное хотя наверно кому-то пригодится в общем знайте о том что есть еще и 3 теперь по поводу слизистых оболочек вот это применяется не только для рта хотя написано что это гель для рта есть маленький тюбик очень эффективный предназначен не только для уничтожения бактерий но и грибковых поражений если у вас случился кандидоз или поражение аспергилом аспергил дымящий аспергил негрум кандида альбис что собственно есть молочница да вы наносите это на слизистой оболочки на половые органы и на полость рта женщины от кандида могут избавиться достаточно взять тампон чистый нанести гель вставить в влагалище оставить на ночь сначала будет немножко печь мужчина на половой член на головку наносит и все два нанесения а то и одно до свидания грибка нету тут есть инструкция внутри также при бактериальных поражениях и полости рта и ну слизистых как я уже сказал и половых органов тоже вот такой маленький тюбичек очень полезно иметь при себе дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание дальше идем с вами бактериальные пищевые отравления вот такой флакон называется я вот такого флакона хватит я не знаю это на семью на несколько лет а то и на десятилетие там внутри находится банка в банке находится порошок порошок называется я хом берется буквально вот столько на ноже даже при самых жестких отравлениях достаточно нескольких приемов через четыре часа три-четыре приема буквально на кончике ножа кладете под язык рассасываете все вопрос снят с повестки дня я имею ввиду бактериальные на отравление желудочно-кишечного палочка в том числе энтеросколи это кишечная палочка обычная так рассказал я тут много чего надо показать поэтому я по-быстренькому следующее это вещь знакома очень многим nc 153 все что связано с носиком и ушками можно капать и в ушки тоже обладает широким спектром противобактериально антигрибковой антигрибкового воздействия противобактериального и антигрибкового поэтому при отитах используется также особенно при отитах тех которые вызваны грибковыми инфекциями а грибковые инфекции как вы знаете у нас распыляют с небес это состав входящий ну вот один из любимых составов пердолетчиков так скажем поэтому друзья мои обычно это назначается тогда когда есть гаймориты риниты различные в том числе и аллергические когда есть синусит начинаем капать не очень приятно очень многим не нравится многие называют эти капли термоядерными но друзья мои через неделю у вас из пазух выйдет все все выйдет оттуда что можно и нельзя все станет абсолютно чистым не нужно будет сидеть ни на сосудосуживающих ничего либо еще применять более того постоянное применение по одной две капли избавляет от того что называют урви или избавляет от того что называют гриб я другие слова здесь называть не буду также это используется после того как вам в нос залезли эти паразиты со своими палками также еще раз говорю при отитах можно одну две капли ушки закапывать эту штуку желательно хранить не в прозрачной бутылке а завернуть в фольгу и хранить завернутую в фольге тоже полезная вещь так сказать для тех кому придется идти в самое пекло дальше я сегодня рассказывал уже о порошке для заживления трофических язв и этот же порошок используется для того чтобы наносить его непосредственно на раны сначала рана обрабатывается перекисью водорода для того чтобы остановить кровь после этого обрабатывается напрямую этим порошком дальше жидкость 108 уникальная в своем роде это масляный инфуз вытяжки из 108 трав эта вещь она универсальная ей можно и смазывать горло наносить на кожные покровы на слизистые покровы при самых разнообразных бактериально-фунгидных поражениях раны тоже очень быстро заживают также используется для нанесения при экземах многие знают что это такое потому что уже пробовали как еще можно использовать да забыл совсем сказать чтобы было понимание вы берете марлевую марлевую кусочек марли складываете в виде марлевого тампона дальше немножко буквально немножко пропитываете и наносите делаете повязку сверху на рану либо на пораженный участок кожи только дышащий не надо закрывать дальше специальная мазь называется зенкейр здесь достаточно большое количество компонентов она обычно используется в случае если у вас поражение псориаз экзема дерматит также она может использоваться в качестве мази при химических атаках отравляющими веществами в том числе при поражении ипритом точнее последствиях поражения ипритом эту вещь полезно иметь с собой в любом случае она маленькая тоже желательно завернуть в фольгу следующий препарат называется мазь 108 трав вот это то что я вам показывал это масляный инфуз не надо путать это абсолютно разные вещи это масляный инфуз для одного а вот это предназначено для суставов для суставных болей а особенно это может пригодиться в зимнее время года в которое мы вступаем для тех у кого ревматоидный артрит для тех у кого радикулит это необходимая вещь это очень сильно согревающий типа феналгона но меньше жарит чем филогон от феналгона пользы никакой нет это просто разогревающая вот от этого есть польза здесь экстракты 108 растений дальше следующий препарат я думаю многим из вас знаком это человеческий ивермектин айвер 6 противопаразитарное средство также используемое при модном заболевании в японии его используют здесь используют при модном заболевании мы не будем сейчас называть ненужные слова чтобы нас в очередной раз здесь не почикали но вот это необходимо иметь каждому значит как принимать можно прочитать на сайте азиабиофарм стандартная дозировка 0,2 миллиграмма на 1 килограмм живого веса однократный прием и следующий прием через неделю но есть случаи когда необходимо принимать по-другому и это все описано на сайте азиабиофарм смотрим внимательно это единственный химический препарат тот который я вам сейчас показываю который действительно нужен в основном в основном наши сложности наши заболевания имеют в своей корневой основе поражение тремя факторами живыми организмами я имею в виду первое это бактерии второе грибы третье паразиты паразитов больше 80 тысяч видов задокументированных в основном протозоозы грибов тоже колоссальное количество и многие из них являются поражающими кстати онкология это тоже гриб и ну а бактерии вы и так знаете без меня что это такое дальше следующий препарат называется антиперетик где он у нас вот он это смесь десяти растений в общей сложности почитать на сайте азиабиофарм можно конкретно из чего он состоит и какие действия оказывает совершенно необходимая вещь для того чтобы использовать вместо парацетамола и прочих жаропонижающих а также кроверазжижающих обладает еще антикогуляционными свойствами необходимо иметь в каждой аптечке не травить себя парацетамолами которые убивают желудочно-кишечный тракт разрушают слизистую оболочку почитайте внимательно что такое антиперетик на сайте азиабиофарм и все поймете андрографис экстракт одна из самых необходимых вещей многие уже с этим познакомились в случае если вы заболеваете модным заболеванием или не очень модным тем что называется грипп или урви каждые 4 часа для взрослого человека по 4 капсулы 3 дня финиш идем с вами дальше кратчайдам или кемферия мелкоцветковая в таблетированной форме очень полезно иметь как энергетический бустер действует действует примерно так же как кокаин но не является наркотиком то есть и энергии увеличивается процентов на 30 выносливость повышается крайне необходимая вещь в тех условиях которые будут происходить кроме того у кемферия мелкоцветковой достаточно широкий спектр воздействий на различные системы человеческого организма заходите пожалуйста почитайте и детям можно тоже и нужно кемферия тунбергия лавролесная в критических ситуациях возможно дозировка сразу 10 таблеток теосульфат натрия конечно надо с собой иметь у меня его здесь нету я думаю все знаете что такое теосульфат обязательно нужно иметь теосульфат и тунбергия тоже при токсических поражениях которые у нас планируются дальше следующий препарат называется курмин 500 вот такой флакон внутри можно просто в порошке взять турмерик ну просто вот это удобно держать в аптечке у этого препарата широкий спектр воздействий его желательно принимать в случае радиологического поражения в больших дозировках то есть по 10 таблеток каждые 12 часов при радиологическом заражении там у нас разговоры идут по поводу применения грязных бомб и так далее принимать его надо вместе с препаратом который теноспора криспа или барапет и стонбергии при радиологическом заражении что такое барапет и почему он у меня в руках теноспора криспа теноспора криспа применяется как экстренная помощь при внутренних поражениях ну например случилась контузия перелом случился воспалительные заболевания случились внутри также применяется в слоновьей дозировке можно принимать по 10 таблеток сразу я имею в виду это капсул для тех кто находится в зоне боевых действий это может спасти жизнь еще одна вещь которая очевидно может очень многим спасти жизнь я не рассказывал можете зайти на сайт азиабиофармы и просмотреть ролик а также войти во вкладку которая называется лечебный опыт северокорейских врачей это не что иное как камдан 2 это инъекции это поднимает полутрупов с кровати внутримышечно и внутривенно это можно делать так и теперь для тех кто беспокоится то есть для тех кто сильно беспокоится будет отдельный разговор это микстура от 10 до 50 мл ЦНС можно принимать до 5 раз в день через 20 минут вы перестаете беспокоиться совершенно можете размышлять над теми событиями и мыслями которые 20 минут назад вводили в состояние истерики паники и невроза на длинной дистанции желательно принимать экстракт голубого лотоса вот в этом препарате экстракт голубого лотоса смешан с цинтеллой азиатской так называемые как они называются клип буа дэнк капсулы они там пишут что это для хорошего сна и памяти на самом деле влияет очень сильно на спокойствие психики из некоторых еще вещей которые о которых можно рассказать вот это я не могу пока вам объяснить из чего это стоит я это опробовал и исследовал здесь с монахом нужно поговорить это делают в одном монастыре который находится недалеко от меня вот этими маленькими примитивными пузыречками куда монахи рассыпают все своими руками внутри находится порошок вот этим порошком при мне вылечили сначала вылечили животное собаку которое умирало от рака четвертой стадии затем применяя применяли это и на людях то есть мне знакомы те тайцы которые излечились от онкологии при помощи при помощи при помощи вот этого порошка пока я ничего по этому поводу сказать точно не могу поеду буду разговаривать с переводчиком относительно что входит в состав этого порошка и как его правильно применять ну на всякий случай показал есть еще две полезных мази фега крем многие знают и герпи гель герпи гель гораздо эффективнее ацикловира а что касается фега крем то это противопаразитарный крем который да кстати противопаразитарный крем я думаю нужен обязательно потому что вши будут присутствовать и не только вши вопрос тут задали сколько стоит аптечка понятия не имею я просто взял препараты сейчас вам показал дальнейшими расчетами будет заниматься виталик с юлей понятия не имею сколько все это будет стоить вообще к финансам не касаюсь это не мое дело можете почитать в отзывах там люди пишут и в аудио стримах на канале телеграм тоже вы можете найти много интересных отзывов в прямом эфире я разговариваю там с друзьями в прямом эфире с теми кто использовал те или иные препараты поэтому в разных видео есть совершенно разнообразные истории и о излечении щитовидной железы и об излечении диабета пожалуйста заходите самый хороший препарат для того чтобы привести нервную систему в стабильное состояние даже в том случае если по радио сообщили что в ваш город летит ядерный заряд и он обязательно взорвется 50 миллилитров микстуры с залпом выпиваем через 20 минут у нас голова абсолютно ясная и чистая сначала пять минут такой эйфории потом голова абсолютно чистая и принимаем абсолютно верное решение абсолютно не беспокоясь то есть нас не трясет от паники и страха мы способны в этом состоянии принимать исключительно верные решения которые имеют могут быть применены в данной ситуации оптимальны в данной ситуации детям да можно капельки в уши вот из всего того что я сегодня показал детям можно все но для детей есть другой не концентрат не экстракт у меня его здесь нету а все остальное детям да все остальное можно детям ну барапет в ограниченном количестве пожалуй все остальное пожалуйста зависит еще от веса ребенка после натрия теосульфат который раз выскакивает на руках как мелкие волдыри и эти места становятся сухими почему она выскакивает экзема надо посмотреть для того чтобы ответить на ваш вопрос что именно у вас выскакивает вообще-то натрия теосульфат применяется как противоаллергическое и его также назначают при псориазе и экземе как терапевтическое средство и раньше назначали как пероральное поэтому на ваш вопрос ответить вот так однозначно невозможно необходимо посмотреть во-первых может быть теосульфатик то уже бодяжины же продают надо искать старых партий дали химфарм новосибирский не берите новосибирский теосульфат уже не совсем теосульфат они же тоже смекнули что людей можно травить через это владимир у нас нашелся клиент на квартиру это чудеса какие-то через некоторое время у квартир будет отрицательная стоимость то есть вы коммуналку платить будете а они не будут стоить ничего вы захотите даже отдать ее безоплатно то есть просто подарить чтобы не платить вот эти вот коммунальные услуги безумные и не сможете этого сделать потому что никто не захочет на себя это вешать можно ли кормящим цнс и лотос цнс можно однозначно да относительно лотоса ограниченные дозировки но хуже не будет однозначно не навредить ребенку камилочка который раз уже повторяет других дайте травы аналоги юридических на территории России вся территория России залита химиотрассами что вы там найдете порошок которым собаку вылечили имеет какое-то название я не смог пока его перевести с тайского я просто наблюдал у собаки действительно был рак причем рак печени четвертой стадии она лежала и умирала ну вот очень интересно было наблюдать если родинка увеличилась и почернела местами и постоянно слезится это может быть меланома посмотрите в интернете что это такое да это грибковое поражение все правильно только оно классифицируется как онкология чаще всего нашему говорит организму не будет вреда от иностранных растений нету других государств дорогая мама наша одна где мы живем иностранные приучили говорит понимаешь иностранное говно усякое такое не не будем дай нам наши родное клоши утечественные дай шо ты нам всякие лабутены вместо лоптей то удеваешь я шучу конечно да но смысл в том нет дорогая мариночка конечно не будет никакого вреда вашему организму от иностранных растений не случится Владимир здравствуй жены гиппетериоз сегодня как раз консультировал да обязательно придерживаться система питания и есть отработанные за долгие годы хороший комплекс по исцелению от заболеваний щитовидной железы и гиппетериоз и гиппетериоз и токсический зоб надо мной есть юляши записывайтесь задача решается в течение от трех до шести месяцев полностью когда наступит голод в течение я думаю с начала следующего года доставка до оаэ по поводу доставок в разные страны почти везде но надо узнавать у юли в оаэ есть по моему что думаете насчет применения витаминов и экстрактов из ампул из аптеки редкая срань дрянь и яд витаминки в красивых баночках химически синтезированная из нефти добра не несут человеку никакой пользы от них нет а вред имеется на всю россию заливают химиотрассами в ростовской области летает только вояк сейчас не до того но возможно но все уже хорошенько залито поймите простую вещь посмотрите на деревья посмотрите на их листы что с ними происходит здравствуйте где прочитать про систему питания семянгелов сейчас вам ссылочку сброшу на то все на том же сайте азиабиофарм вот прямая ссылочка на питание что думаете про инопланетян интереснее гораздо что они о нас думают а не то что мы про них думаем что есть для психологического расстройства тип шизы шизофрения это состояние это не заболевание это состояние когда доступ к управлению телесно умственным аппаратом имеет не только ваша индивидуальность а и другие инфернальные сущности это решается несколько иначе не медикаментозно хотя некоторые травы да препараты на основе трав безусловно будут полезными здрасте по россии мы сможем перемещаться нет не сможем и транспорт будут отбирать лучше перемещаться прямо сейчас осталось то времени очень мало какие витамины хороши для беременных сейчас правильное питание и никакого химического дерьма как часто есть смысл использовать теосульфат можно каждые два месяца если совсем жопа то каждый месяц можно ли вылечиться от токсокорроза если да то как есть методика в том числе с применением айверсикс и вермектин человеческий запишитесь просто надо мной и наверху как можно вывести чуда защита организму кошки тунбергии теосульфатом теосульфатом натрия в небольших объемах надо рассчитать по весу а потом длительный прием тунбергии теноспоры криспы и пшеничной травы слышалось что 1 октября объявят полную мобилизацию что думаете об этом Владимир сейчас я вам покажу что я думаю то что вам сказали не соответствует действительности сейчас секундочку одну смотрите внимательно и военный билет уважаемые граждане города терпента всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города терпента при себе иметь паспорт и военный билет вот пожалуйста думаю что все слышали о чем идет речь всем гражданам мужского пола срочно нужно явиться в военный комиссариат это как частичное то что сейчас происходит в Дагестане через максимум через неделю две это будет по всей России будут ездить вот такие охламоны с динамиками визжать по поводу того что все срочно и хватать всех на улицу я об этом говорил еще тогда когда мобилизации близко не пахло ну мало кто слышал кто слышал подготовился и сейчас все с ними в порядке а кто не кто у исха крутил говорит какая нахрен мобилизация берите наслаждайтесь жизнью слыхали говорит про массовое извержение массовое извержение страха у людей сейчас случается поэтому в жопу эти вулканы и 14 и 24 октября пускай они там извергаются у тех кто об этом пишет в заднем проходе мне мне хотелось бы от вас услышать если бы вы стали правителем мира что бы вы первым образом сделали объявил бы анархию на всей планете отказался бы от статуса правителя сразу же и посоветовал бы людям жить общинами здрасте владимир вы говорите что жизнь это игра возможно а если аватар живет неинтересно и живет вам кажется что она неинтересная понимаете а вот вашему аватару так может казаться да но раз вы пришли в эту жизнь вы точно знали как вы ее проживете поэтому она необходима для получения опыта утилизация в полном разгаре нет только начало никакого полного разгара какие ягоды запасатели все же обрызгана с воздуха вымачиваете все в воде дорогие друзья все вымачиваете Елена вторая волна начнется 2 октября дорогие друзья всего подразумевается 3 волны собираются отправить на утилизацию абсолютно всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет абсолютно всех разговор вот этот очевидно многие слышали двух тетушек в погонах между двумя военкоматами всех нужно убрать уничтожить практически все мужское население нет задачи там какой-либо другой а потом и женских что говорит ожидать от выступления интересно будет но хорошего ничего куда бежать если живем в москве если думаете бежать бежать никуда не надо оставайтесь на месте если вы в страхе куда бы вы не убежали будете в страхе оставаться от страха сейчас это если вы в страхе это метка на вас стоит на утилизацию невозможно спастись возможно только избавиться от своего страха и быть готовым умереть в любой момент и быть готовым кто ваши дети умрут большие маленькие что ваши родители умрут всякие всякое мгновение быть в настоящем моменте проявлять свою любовь к своим детям близким к абсолютно незнакомым людям это все что необходимо делать понять кто вы где вы и зачем вы здесь находитесь что это уже не первый раз и что это будет повторяться бесконечно пока вы не научитесь любить себя этот мир мужики говорят не верят все равно те кто не верят им суждено умереть это нормально мужиков спасать не надо если они не понимают о чем идет речь значит не судьба в этой инкарнации значит судьба умереть владимир какие ощущения у вас по поводу бали купаться будете даже если не собирались а как тогда действовать живя в москве страха нет просто быть и делать все возможное понять что вы сейчас один на один с этим миром как в той песне воскресенье я один на один с этим миром там немножко не так ты один на один с этим миром заносишь меч и никто не может остановить эту сечь послушайте да относительно прокалывания кололи не кололи а три штуки получи призывничок мы сюда пришли да знали где можно про общины посмотреть про общин какие вы хотите посмотреть сейчас не время уже смотрите про общины уже поздно пить боржоми когда почки отвалились что думаете за Израиль об Израиле подумает Иран а об Иране Израиль вот все что все что я думаю они там созвонятся и решат когда им начать как вот эти два менеджера созвонились им сверху приказ пришел говорит начинайте вот под таким соусом и туда тоже звонок поступит начинайте дорогие друзья за СИМ я сейчас вам покажу видите над моей головой появилась канал Телеграм сейчас я закончу передачу здесь на е... и я перейду через некоторое время на канал Телеграм пожалуйста присоединяйтесь там будет аудио стрим вы можете поучаствовать в этом аудио стриме там нужно поднять ручку мы с вами соединимся и будем говорить в прямом эфире до новых встреч дорогие друзья про теракт в Ижевске я уже все рассказывал смотрите аудио стрим на Телеграме и там все об этом сказано а здесь я не буду говорить там все сказано и про газопровод вчера тоже было сказано там много интересного найдете там можно открыто вещать не используя язык и всякие разные специальные словечки чтобы заблудить автоматическую систему отслеживания поэтому приглашаю вас туда до новых встреч всех вас целую обнимаю дорогие друзья до новых встреч пока здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание и